Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. В первую очередь хочу сказать, что литературу никакую советовать вам я не буду, потому что литература пишется не для клиентов. Литература пишется для специалистов. Вот и, соответственно, вам литература не поможет. Это первое. Второе, что касается вот непосредственного запроса вашего, да, как вернуться с лошадного пути, то я совершенно точно могу сказать, что вот как-то вот функционально, да, функционально. Это достигается путём личностного роста. Вот. То есть сейчас вы выглядите, к сожалению, как очень незрелый человек. Вот. человек, который в 23 года мыслит категориями «хороший» и «плохой», да, категория «худшая» и «лучшая», и, соответственно, вы разделяете людей на интересных и скучных, на неинтересных и нескучных. Вот. Подобный расклад ни в коем случае не приближает вас к свободному общению. Потому что, ну, это касается людей, это их такая дифференциация. Вот. По сути, создаёт классность в восприятии социума. Вот. Ну, а классность в первую очередь характеризуется неудовлетворенностью всегда. То есть если вы хоть немножко изучали историю, то вы понимаете, что я имею в виду. Вот. Да, здесь не совсем, не совсем психологическое, то, что я сейчас говорю, это больше, вот точно говорю я, это больше, наверное, такой социальный аспект, не психологический. Вот. Психологически, конечно, ситуация выглядит несколько более, более сложно и куда менее не очевидно, вот. И, скорее всего, вы не согласитесь, мягко говоря, с ней, а вероятно, воспримите негативно то, что я скажу. Понимаете, началось всё не с того, что вы пришли в, в кавычках, плохую школу. Потому что плохих школ не бывает, как и не бывает школ хороших. Бывают школы, которые соответствуют уровню развития человека, а бывают нет. Вот. Бывают места, где людям комфортно, а бывают, где людям некомфортно. И по большому счёту, только это, это действительно характеристика места, это действительно характеристика, но не окончательно, не единственная характеристика, на которой можно каких-то результатов достичь. Началось всё с того, что вы влюбились в плохого мальчика, будучи сами при этом из откровенно другого, как вы и сами сказали, класса, сословия и так далее, круг, из другого круга. Вы влюбились в плохого мальчика и вопрос заключается в том, чем это связало. То, что вы влюбились в плохого мальчика. Почему вы влюбились в плохого мальчика? Чем он вас, плохой мальчик, привлёк? Вот это, пожалуй, является самым важным моментом этой истории. Этой истории. Чем вас, чем вас, мальчик, привлёк? Как получилось так, что выбрали вы именно его? Ну, при условии, что вы, можно сказать, довольно успешно, при условии, что можно сказать, что вы образованный прилет. Значит, вероятно всего, вам, ну, чего-то не хватало. То есть, вероятно, уже тогда, уже тогда, был некий конфликт. Уже тогда, имел место быть, как какой-то конфликт. Между вашим социальным поведением и тем, чего вы хотели. Вероятнее всего, связано это с отношениями с родителями, которые, вероятнее всего, давили вам на успех, которые, вероятно всего, хотели, чтобы вы были успешны. Вот, хотели, чтобы вы были идеальным таким социальным индивидом, если можно так выразиться. Вот. И вы, значит, начали влюбляться в плохого мальчика и, соответственно, стараться влиться в его компанию, противовес тому, что было у вас на тот момент в жизни. То есть, успех, который у вас тогда был, он вас, мягко говоря, не радовал. Я думаю, что ситуация была более серьезней, да? Раз вы были своим плохого мальчика. Значит, какова ваша удача? Посмотреть. 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 Для себя. Какую цель вы преследовали? Вступая в отношения с мальчиком. Плохим. Чего вы хотели, именно хотели. Что вам именно было нужно? Чего именно вынуждал? Чего вам именно не хватало. Вот в этом и нужно разбираться. С этого все началось. Дальше, я полагаю, вы идете по линии этого конфликта, выступая исключительно в качестве реактивного субъекта. То есть, именно вот только реагировал на какие-то вещи, да, именно реагировал только на какие-то вещи. Но при этом не выражаю самостоятельной какой-то реакции, да, не выражаю самостоятельной инициативы. Основывающейся бы на том, например, что хотелось бы лично вам основывать бы на том, что было бы интересно лично вам. Частично вы подтверждаете мою кипотезу тем, что говорите о выборе профессии в той, которую хотели родители, а не в той. Ну, которая вам нужна. И это достаточно показательная история. Когда человек действует против себя самого, когда человек как-то вот отходит от себя самого, то естественным образом возникает чувство угрозы. на такой постоянной основы. И из этого вы агрессируете, из этого вы можете, собственно, из этого вы чувствуете себя не в своей торрек. Здесь нужно более подробно исследовать, как вы это воспринимаете, как вам это воспринимается. Ну и наверное, перестать. Пытаться на кафе, что это в вашем родителе. По-дальше. Пытаться с тем, что вы не можете, когда вы будете. Ну, это действительно вышли. Ну, это очень. Ну, это очень. Ну и в мой раз. Вот. Так. Я, девочки, из благополучной семьи пишу, и выходил в хорошую школу с друзьями, общался с своими одноклассниками из таких же семей, как я. Вот видите, в них некая такая классовость в строительстве социума. Вау. Именно классов. Но, вопреки, вопреки расхожему мнению, классовость и восприятие классовости как ценности может иметь, в целом, я бы сказал, ну, совершенно различную направленность, начиная, например, вовведение её в абсолют, да, и заканчивая, вот, в вашей ситуации. Когда вы, по сути, делу, начали отторгать эту ценность, полностью её не принимая. При том, что, как бы, ценностью она осталась для вас. То есть полностью отказаться от неё вы не смогли. Полностью, ну, изменить своё восприятие вы не смогли. Ну, не то, чтобы вы, не то, чтобы вы, прям, должны были, но не смогли это сделать. Этого, этого, ваше не получилось. Вот. Дальше. Занималась всеми видами спорта, всем интересовалась, участвовала во всех школьных мероприятиях и вне школьных. Ну, эээ, не знаю, как, эээ, как вам, не знаю, как вам. Для меня это выглядит так, что вы пытаетесь быть всем. Всем. Пытаться быть всем, это значит не быть неким. Вы меня извините, что я, может, ну, может быть, так. Говорю. Достаточно жёстко, но пытаться быть всем, значит быть неким. Потому что увлекаюсь всем и занимаюсь всем. Вы же, по факту, распиляете свои ресурсы. Вот. По факту, увлекаюсь всем, вы не увлекаете ничем. Это очень печально. Потому что, это означает, что у вас нет своих интересов. Это означает, что вы, ну, свои интересы, грубо говоря, не продвигают. Вот. А продвигать их необходимо. Ну, на мой взгляд, да. Иначе, как вы можете себя отличать от других людей. Вот. Ну, на данный момент, получается так, что вы, ага, занимались. Вот. Вот. Всем добраться. Для того, чтобы быть хорошим. Для того, чтобы быть правильным, чтобы быть успешным. Вот. И так далее. Ну, то, что у вас не получилось этого сделать, это уже, конечно, деталь. Вот. То, что у вас именно, что не вышло это сделать. Дальше идем. Далее я в 14 лет влюбилась в плохого мальчика из другой школы, которая очень сильно отличалась от моей, как видим, так и внутренней. Смотрите. Вас, как я уже сказал, мальчик чем-то привлек. И привлек он вас, вероятно, тем, что обычно привлекает в 14 лет людей. Свобода. 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 Отличие. То есть, что-то другое, что-то такое бунтарское, оппортунистическое. Вот. И это нормально для подростков. Но важно, конечно, немножко другое. Важно то, что у вас этот момент очень серьезный размах принял. Настолько серьезный, что вы перешли в эту школу, что вы там уговорили своих родителей, чтобы вас перевели в этой школе и интеграции. Настолько вам это было, настолько вам это было ценно. Настолько вы хотели этого. Вот. Очень важно понять, чего вы хотели. Очень важно этот момент забрать. Да? То есть, вот. Понятно. Вам понять, чего вы хотели для себя. Чем вам это было так важно. Вот. Почему вам это было так важно. Вот. Что... Ну, что важно вот, да. Настолько, что вы вот так в этом, в этом, ну, нуждалось. Настолько, что вы, что вы, вот, что для вас это было вот так необходимо. Понимаете? Какая штука. Вот. Но в целом, в целом, то, что вы описываете, это не нормальная подростковая реакция на какое-то вот, ну, на что-то необычное, да, на что-то такое вот. На что-то другое. То есть, это вот просто реакция на что-то другое. Если вы понимаете, конечно, что я люблю. Дальше. Начинаем сейчас с плохим мальчиком, потихоньку втянулся в его не очень хорошую компанию. Вместе. СПО. Вы все время говорите, ну, может быть, не все время, но периодически говорите. Вместе. Не очень хорошая компания. Мне нравится, но компания не очень хорошая. Что есть? Вам нравится то, что вы считаете не очень хорошим? Ну, логично. Да. Вот этот вопрос. Может быть, вы сами хотите быть не очень хорошим? И вот с этого момента начинается ваше протворение, которое вы до сих пор не разрешили. Ну, вот так и осталось. Так и остался тот факт, что быть не очень хорошим, значит, получать какое-то странное немного, но удовольствие. И вот вы до сих пор стараетесь его получить. Уже и парня больше нет, уже и поврослели вы, вот. А все равно вы до сих пор пытаетесь в этом направлении двигаться. Я так подозревал, что чисто на автомате, я так подозреваю, вы это делаете. Ну, тем не менее, вы хотите быть плохой. Когда вы плохая, вы чувствуете себя живой, но вы не чувствуете в этот момент, что делаете что-то правильное. Когда же вы хорошая, все правильно, все вроде бы спокойно, но вы не чувствуете себя живой в этот момент. И подобный конфликт очень вам тяжело дается, к сожалению. На данный момент, как видится мне, это самая главная ваша проблема, в которой вы не можете самостоятельно справиться. И которая, собственно говоря, и привела вас сегодня к нам. То есть вот эта проблема привела вас сегодня к нам. Именно эта проблема. Именно эта невозможность решить, вот, свою проблематику. К сожалению. Мы можем ее решить. Мы можем разрешить этот внутренний конфликт. Для этого требуется, как я и сказал, личностный рост. И работа с детско-родительскими отношениями. Влюбленность здесь, я полагаю, у вас именно, что влюбленность, вы совершенно правильно называете это. Влюбленность связана больше с потребностной сферой. Сфера потребностей. Сфера желаний. То есть это не желание сделать человека счастливым, например. А это именно потребность получить что-то для себя. Ну, надо сказать, что ничего такого негативного-то в этом нет. Так что, в целом, я думаю, ваше желание поработать, поработать, точнее, с вашими желаниями тоже вполне себе будет можно. Потому что то, что с вами происходит, в том числе связанное с тем, что вы не очень хорошо понимаете, что вам, вообще-то говоря, нужно. Чего вы, чего вы, вообще-то говоря, хотите. Хоть и болтает вас из стороны в сторону. Конечно, хорошего в этом, будем честны. Мало. Ну, вообще ничего в этом нет. И отношения вы в таком состоянии можете построить только такие вот, ну, созависимые. Достаточно, вот, потому что вы недовольны своим, ну, поведением, да, своим состоянием, в своей жизни. Вот. Так что, выбирайте психолога себе на нашем сайте. И начинайте работать. Начинайте работать, и все у вас обязательно будет хорошо. Ну, а я, я желаю вам всего-всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом. Продолжение следует...